Внимание, мы в саду Чернобаева, личность известная, не просто известная, что касается садоводства наглое. Снимаешь по поясу. Жарко. Я сил не держать. Уже многие жаловались. О, привет. Здравствуйте, Валерий Константинович. Только нас не снимайте, пожалуйста. Мы как чучи. Мы как чучи. Мы же не в парадных мундирах. Работаем. Вот яблони сейчас активно зацвели, а груши отцвели. Яблони зацвели. Здесь гибриды всякие разные. Кстати, может быть пригодится тебе этот юмор? Какой? Я, чтобы девушки головами не сбивали мои прилипки, я просто вот так разрезаю бутылку, да, и на любой диаметр ее раз, до толщины бутылки. Слушай, а почему я полиэтилен в мешочке-то до сих пор? Пойдем мне тебе. Да это что, я должен постоянно у тебя учиться, что ли? Ну, просто я сам думал, чтобы придумать, чтобы это самое девки не сбивали меня. А почему я так не сделал? Ну, вот посмотри. Здесь, тут я уже снял вот это, да? Ёлки-палки. Вот раскрутить. Ну, сейчас, если раскрутить, они вон лазают, могут сбить. Смотри, разрезаешь его так вот по горлышку, вот до сюда, видишь, вот дырки. Вот. И на любой диаметр, вот до диаметра у самой бутылки одеваешь, изолентой протянул, вот она спокойно. А разницу почувствовала с бутылкой и без бутылки? Да, особо и нет. Но, сам видишь, в ней немножко микроклимат ей лучше, наверное. Хотя вот без бутылки вот это вообще было. Вот она поперла. Да, я пока у тебя разницы не вижу. Я тоже не вижу. Но факт, что это я только для того, чтобы не сбили случайно. Ну, хорошо, ладно. Хуже у тебя не стало. Хуже не стало, да? Слушай, и куда-то опять столько яблок, столько яблок девать будешь. Яблок? Их еще надо сохранить. Как в прошлом году, помнишь? Ой, внимание, слушай сюда. Борзело по страшному. То, что уничтожен урожай в большей части регионов России, Украины, Казахстана. Снег, морозы побили, да? Так слушай, что сказали сейчас. Что? В ближайшие несколько дней перечистили 15 или 20 регионов России, Европы. Ну? Минус 5 опять. А это же катастрофа при таком состоянии. Нет, но дело в том, что у нас плюсовая температура на оборот все выше и выше будет. Я и говорю, у нас должны коэффициенты этот самый снять у людей. Да никто не снимет. Нет, нет, я серьезно говорю, отдайте европейцам. Там же теперь Сибирь по диким сепям Забайкалья будут петь по диким сепям. Возьми вот так вот, смотри. Видишь? Розовые, а вот белые. А почему? Что за ерунда? Так это привитые здесь. Для сохранения вида я ввиваю. Вот где белые, да? А почему ты говоришь? Ну и все что разное. А вот эти розовые, это свекольные. Вот они. Ну так понятно, а что ты говоришь? Да это для сохранения вида и вообще. Понятно, понятно. А вот опор крылово-красный. Ой, красотища-то какая. А вот так вот, вот так вот. Вот с этого все начинается. Хотя оно у меня пыталось болеть. Вот раз где-то веточка. Но я вот только, видишь, она была живая. Буквально вот на днях с ней это сгорело. А так, посмотри, какая пышность, особенно отсюда. Снимай. А пчел сколько? Пчел. А запах? Ах, красота. Да, сфантастишь. Ну здесь молодой сад начал расти. Вот уже первые цветочки. Ага. Четыре года. Кем вот этим? Четвертый? Да, четыре. То четыре, вот этот четвертый. Ну, некоторые видишь, как это развивается. Это... Ну как, хреново развивается. Исаева. Хреново. Ну, сейчас хорошо пошли. Смотри, побеги вот буквально только листья открылись. А вот берет. Или берет позднее. Наконец-то одно дерево сохранилось за десяток лет. Одно единственное. Сколько их подохнуло, да? И вот первые груши завязались, можно сказать. Оно прекрасно до Нового года лежит, на Новый год на столе. Оно вкуснейшее. Твоя? Жуковская. Это относительно молодой саженец. Свела безбожно, но она уже осыта. Завязались, завязались. Уже завязались. 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 Вон, да. Все. Урожай будет. Будет. Это, знаешь, для Сибири, вот одно такое дерево, это чудо, сказка. Это же объедаешься. Да. Я говорю, даже у каждого хотя бы по такому было бы. Объедаешься. Самые вкусные вишни, которые у нас сейчас произрастают. Вот, видишь. Стоило привезти веточку с Украины и пошло. Там уже кое-кто это, знаешь, рассказывает мне, в Красном хуторе есть два еще садовода. Один вырастил с моей тоже черенки. Вот твой это самый страховой фонд, мне не было куда привить. Это, ой, как ты, персиковая слива или как ее называлось? А, я тебе черенок привез. Вот, черенок ты привез, а я его... Так дай договорю. Ну давай, договори. Так вот насчет этой Жуковской, вот этого чуда. Значит, два друга стало врагами. Ну, одному-то я черенок-то, я про другого не знал. Я ему привил. Все, у него выросло вот такое дерево. Но по объему уже раз в четыре больше твое. Но больше вон того быть не может, который он за домом сейчас подойдет. Ну да, мы подойдем, да. Но представь себе, вот это, большое-большое дерево. Ну, наверное, вот как-то, как то дерево. Отдыхает, кстати, я, блин. Там миллиард был яблок. Так вот, слушай дальше. Ага. Другой товарищ, у него попросил черенок. А в хуторе же все как-то, друзья-не-друзья, ну согласись. Да. Тем более, как бы представители, мягко говоря, такой интеллигенции. Не местные вот эти. И что? Опа. Отказал ему веточку дать. Нажил врага. Дурень, блин. Я, наоборот, стараюсь даже это... Тот даже, кто не хочет всунуть, пожалуйста, возьми. Сохрани. А вдруг у меня сдохнет. Где я потом возьму это? Вот, посмотри. Вот это очень рано цветет. Она всегда, это быра ранняя, опять же, с Украины, с Винницкой области привезенной. Вот, смотри, каждый год немерено груш и немерено цветов. Это вообще чудо. Ой, что-то творится. И никогда ни одна почка еще не отмерзла. Да. И стоит, смотри, вот оттуда. И достаточно крупная. Да. Несмотря на количество. Как лада, один в один. Да, как это. Ну, как лада, как лютневая. Ну, чуть больше-меньше. Оттуда ветер дует страшеный, ударяет в дом. Она в таких жестких условиях живет. И также твоя вот эта самая Жуковская. Скажи последнее, что она привита на... На Уссурийскую. На Уссурийскую. Вот. А это 90% успеха для украинских сортов. Это лесная. Она приболела. Я видишь, как ее обрезал. По-страшному. Вот это вот. Здесь салтанат сорт. И кровавый красный аппорт. Вот это лимонка. Пожалуйста. Так. Мы, знаешь что, с зарядкой проблемы. Давай сделаем так. Отрубай местами. Не, мы не отрубать не будем. Мы давай просто быстрее. Ну, цветет безбожно. Заилийская. Вот здесь я новый сорт привил. Для сохранения опять же. И ветка мне не мешала. Вот сюда зайди, где-то. И посмотри, что с ней делается. Такой только. Хе-хе. Вот оно. Особенно отсюда. От забора. Это что ты говоришь? Заилийская? Заилийская. Здорово. Вкуснейшее яблоко. А это тоже твоя жуковская. Это все мне для страховки. Я ее без конца режу. Вот смотри. Покажи. Вот видишь мой пуп. Задрать могу. Вот оно всего. Второй год дает прекрасный вырожай. Ну, ясно. Вот ты на меня обижаешь, когда я тебя обзываю лучшим садоводом. Себе. Опять. Ты не морщи руками. В исходной степени. Я бы, может быть, это. Но дело в том, что я-то фермер, я это. А фермер это кто? Ну, понятно. Это совок. Смотри. Вот это, опять же, страховая, у меня страховой саженец. Там у меня оно чуть не сдохнуло дерево. Московская осенняя груша. Улепленная тоже цвела. Да что они вон уже завязались. Смотри-ка. Вон они уже шарики. Вижу. И совсем маленькая. А вот это, это вообще был холодный кошмар. Смотри. В этом году они мелкие будут. Представь, как она цвела. Это вообще белое облако стояло. Да, это грушевый год. Но уже 500 граммов тут не будет. Учитывая количество. Да, были и больше. Так были-то были. Лесная красавица мало в этом году, потому что прошлый год облеплен был. А дальше это груша. Ну, персик мы этот пропустим. Да почему пропустим? Завязался или нет? Ну, смотри. Объясняю, если кто не знает, как что с ним делать. Вот берем, делаем хомут, прижимаем к земле. Вон, воткнут. Ага. Ну, штырь какой-то. Штырь, да. И потом еще там штырь втыкаю. И это все связываю чуть-чуть в кучку. А потом прижимаю к земле, укладываю ветками сосновыми. Вот так вот. И агрилом. Здесь ничего кроме этого не было. Да. Или целлофан бывает. Это потому что непривитая, иначе бы... Полить надо. Почему? Да, здесь непривитая. Нормально. Непривитая. Так, мраморная. Так, чуть быстрее. Мраморная, подумай, сало как сало. Нет, это груша мраморная. Она кладоносит безбожно в прошлом году и в этом году тоже. Ну, скажи, что это чудо. Вот. Тоже мраморная. У меня их два дерева. Обязательно я все держу по двое. Да, бывает. Я иногда за тебя беспокоюсь. Вот. Куда, куда ты столько плодов делаешь? Я до сих пор. Да, вино делаю. А, ты говорил, что еще на рынок. Бывает на рынок. На рынок отдаешь, а их перепродают, причем с руками отрывают. Отрывают. Вот. Лада. Улеплено было. Пожалуйста. Лютневая. Вон их из завязи. Это грушевый год, да. Лютневая. Лютневая тоже. Не, я восхищаюсь, что у меня сейчас только засвели груши. А здесь, вот смотри, левая часть это беры ранее, а вот эта центральная, это космическая. И ничего, что они разные возрастные. Ну, они примерно, да, беры раньше поспевают. Вот, глянь опять же, сколько их. Представь, эта ветка будет улепленная. А у меня только зацвели, у меня чуть-чуть холоднее. Проходи. Вон персики, если хочешь, шарики вон там уже завязались у самого дома. Давай подряд себе персик. Сразу персик. Такой же укрывной. Укрывной. Вот. Чтобы не пережигал или не перетягивал, я пенопластик как кусочек подкладываю и жмем его вот так, вот это на зиму. Вот. И здесь еще связываем, вот так прижимаем, прям практически. Здесь он не ломается. Он гнутий. Вот эта ветка, вот там штырь, видишь? Нет, я вижу, он привитый или нет? А, привитый вот. Привитый вот. А, ты привитый. У тебя скелетные грудки. Понятно. Понятно. Теперь давай так. Ты прощаешься с ветераном, который переехал с моего сада. Вот это. Вот смотри, он не выдержал наконец-то. Так он сколько лет? Ты можешь вспомнить, сколько лет ему? Ну, 13 лет, как я его посадил. 13. 15. Такая это... А те, которые... Нет, я не об этом. Добавил собственный возраст. А. А. Ну, еще год, допустим, два. Дело в том, что тот, который там у дочери, да, тому более 20, там примерно. Давай вот про конкретное говорить. Вот. Ну, вот ствол, видишь? Вот. Для него это был рекорд. Первый год как-то... Но, 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 но. Не первый, один из годов он вымерзла от новичка. Я его срезал. Вон там тоже. Меня что волнует-то? Ты посмотри. Ведь они... Я тебе-то отдавал привитые? А, нет. Который ты привитые отдавал, это знаешь, это было у дочери посажено. А, а это уже твоя работа. Это я сам прививал. Тогда понятно. Ты, если помнишь, вот тут у меня питомник был. Это сколько лет тому назад с ума сойти. И вот, вот это дерево и вот это вот, они рядами шли, да? Ага. На однолетнем, я помню, есть вот такая фотография. Вот, когда этих деревьев практически не было, они были вот такие, вот такие. Все-таки плоды на однолетке, это чудо. Ну, ну так получилось. Ай, ладно. Слива несколько. Меня интересует урожай. А, урожай, мы пошли. То есть там есть получше, да? Вот, пожалуйста, подходи, да, вот так в упор. Посмотри. Вот твой урожай уже. Вот он, беленький, видишь? Там холодно в тени. Давай, скажи честно, прошел года больше было. Ага. Ты давай лучше посмотрим к концу лета. Больше было вон там, там миллион их было. Зато в этот раз нету миллиона. Вот. Ну там тоже будет нормально. Ладно. Их поначалу не видать, кажется, ничего нет. Свело безбожно, тут, знаешь, облако розовое стояло. Ну, посмотрим. А насчет урожая, не знаю. Будет, не будет. Миндаль, если надо, вон. Не, я что-то его недолюблю. Ты знаешь, что на Украине получилось? Наш земляк, мой земляк в Сумской области, Валерий Александрович, выкорчевал все миндали, на которые привал персики. Мой персик Касанский оказался не тронутый морозами, вот этими, которые прошли. Да. Вот. А миндаль, он весь выкорчевал в отчаянии, потому что он весь оказался побит морозом. И персик до того считавшийся самый морозостойкий в мире, персик манджурский, а он его культивировал как подвой, тоже схвачен морозом. Персик, персик, персик. И выдержал мороз только персик Касанский. И мне так нравится его голос. Итак, на ваших глазах, это я его цитирую, персик Касанский клон Железова. Ты все-таки увлекаешься, наверное, вишнями этим. Это он увлекается, это его слова, я его за язык не тяну. Здесь тоже белое облако было. Вот твоя эта самая вишня Жуковская, которая, говорю, самая первое дерево. Вот ей, да много лет, она у меня на даче была привитая, года трехлетка его пересадил, да, и плюс еще эти. 22, где-то 25. Да нет, 16, примерно. А я так, нет, нет. А, последний раз на Украину ездил. Смотри. Нет. Ты когда мне эту штучку черенок выделил, да? Это я у тебя с твоего участка на Красном Хуторе брал, уже с больших твоих деревьев. А, не сразу? Нет, не сразу. Это я дал сразу. Так вот, видишь, я им макушки подпилил, хорошо завощил, все, ну, как положено. И сделал вот такую широкую штуку. Сейчас я любую веточку беру, да, она очень гнучая вот эта вишня. Прям как из пластилина. Беру спокойненько и собираю отсюда. Ну, раз ты так сделал, пойдем покажешь скелет, покажи как ты это делал. Пойдем к ней ближе. Какой скелет? Ну, я же люблю, чтобы у меня каждый фильм был учебный. Ну, здесь немножко... Вот прививка вон там, в самом низу. Правильно? Прививка вот тут вот. Вот, вот, вот. Прямо на уровне земли. Теперь... Вот он ее состимулировал, а привита на этой, на вот этой ерунде, которая, смотри, сними, если кто не верит. Вот, вот это, то, что называешь степная, владимирская, вот она, поросль снега. Ну, понятно. Вон она. Я ее тоже обрезал, обрезал, одну палочку оставил, штамбом вывел. Вон она лезет везде, где только можно. Ой, аж туда вон. Вон она, вон она, вон она. В другом месте ценнейший подвой, но у тебя это сорняк. Я его уже рублю, режу, подрезаю и все прочее. Вот почему я еще две завел, вот эти вишни, вон там на углу, и там в конце видел миниатюрку. Почему? Куда тебе? Знаешь, вот тоже ума не хватило немножко. Она может развалиться вот. А у меня две развалилась, Жуковская и это. Смотри, нет бы вовремя вот это вырезать, вот эту часть. А это болезнь всегда так, они вот такое наклон у них. Нет, это не болезнь. Не болезнь, в смысле, не так, генетическая предположенность. Нет, это у нас болезнь. Вон, вон то дерево, иди посмотри, я сейчас его формирую. Так ты начинал, наверное, пока оно было по колено. Да, эту что-то я проморгал, надо было вырезать. Фактически у него ветки, смотри, как красиво идут. Они почти под тупой угол больше подходят. Но нельзя их допускать, чтобы веточка здесь была, здесь и здесь. Они же потом толстые сделаются, и их начинают раздирать. Они сам не себя расталкивают. Вот и всё. У меня Жуковская, самое большое взрослое дерево, рухнуло пополам. Вот. Потому что я крюшки ещё для страховки срезал. Иначе на них, знаешь, какой вес был. Да. А ведь беда какая-то, урожай оказывается беда. Да. Смертельный. У меня Жуковская развалил урожай пополам. Да, в прошлом году тоже не было. Так, сейчас вы, подожди, всё, у меня заканчивается этот. Вот смотри. Видишь шарик? Он сейчас сам отключится. В смысле завязалось? Завязалось. Ну тогда скажи, что вот это самое, супруг, вот он. Вот он, супруг. Вот. Супруг. А, опылитель, да. Опылитель. Вот он одновременно, если зацветает, великолепный. Заметьте, я явно согласись, та оккультура не даже видно по листикам. Да, конечно, и листья другие. И цветочки. И цветочки. Вон, череночки какие там, длинные. Многие считают, что... Так, сейчас это, мы с тобой расстаёмся, я еду, я лежив. Раз. Так. Спасибо за интервью. Нет проблем. Через 37 минут заканчивается. Ага. Остаётся сказать, улыбнитесь, вас снимает камера. Ага. Скажи... Привет садоводам. Привет садоводам от лучшего садовода-любителя Хакасии. Ты так не говори. Ну, не нравится мне. Ой, 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 ой. Серьёзно. Какой лучший? Знаешь, на лучшего лучший найдётся всегда. Вот и пусть находится. А пока, извини. Это что? А ты другой такой сад найди. У любителей. Я говорю, я не лезу в эти... В этот рейтинг. Потому что я фермер. Всё, пока, всё. А я любитель. Оно выключается само. Пока. Будьте здоровы.